Наша американская группа относилась к нам слегка покровительственно, но и не без опаски. Ну действительно, что ждать от русских, которые носятся с камерой по хайвею, пьют пиво в автомобиле, топчут газоны и отказываются от каскадёров. Они привозят с собой чемодан фальшивых денег, почти 2 миллиона долларов, старательно отпечатанных цветным ксерокопированием на юнфильме. Им нужны настоящие полицейские, которые, кстати, могут их за это арестовать. А снимать им надо в чёрном районе, куда даже днём страшно зайти. Девушки обижались, когда, например, наши пытались помочь им таскать тяжёлые коробки какие-нибудь. Считали, что мы не уважаем их труд и профессионализм. Ну, потом к этому, правда, привыкли. Наверное, решили дикие, но благородные сердцем. Как-то они постепенно поняли, что всё-таки многое нас объединяет, связывает. Говорили об истории, о судьбах двух государств. А потом наша подружка Линдзя спросила как-то, ребята, а вот во Второй мировой войне русские были на чьей стороне? За нас?